так дорогие друзья добрый вечер решила пока тру морковку по отличая вам на вопросы я завела себе вот такой опять очередной блокнот где я записываю ваши вопросы и так первый вопрос ты умеешь вязать да вязать я умею но могу обычные носки связать шарфик там что-нибудь такое но не не прям-то грандиозно кими пересунками обычно вижу могу связать ты беременна на этот вопрос я уже ребята отвечала что я не беременна так как у меня после некоторых родов осталось но после частности после катиных родов у меня осталось ими живота после этого так он и остается почему не мыла рыбу нет ребята мыла я тогда рыбу просто я на видео это не заснимала зачем я просто на паузу нажимала и помыла рыбу потом опять ставила и дальше делала поэтому вот так получилось как будто бы я не мыла рыбу хотя я ее сюда мою после того как я чисту потому что сами понимаете там очищаете все вот это чернота появляется зачем переодеваться по нескольку раз этого я так поняла имели ввиду детей ну да у меня ваня с мариной они если видят что сырое фитно на футболке или куда пятна что у них есть привычка переодеваться они еще маленькие в они еще только будут нынче в январе будут три года поэтому что вы от него хотите чтобы он прямо идеально идеально чистый ходила до этого не может быть катя у нас тоже есть привычка если что-то у нее срое все она переодевается она не может в этом плане она а вот и после школы они приходят они обязательно снимают все особенно катюша бумаж и не всегда раздевается особенно катюша она раздевается и сразу все стирает вот у нее привычка есть такая на каждый день стирать школьную одежду в этом плане да так сейчас посмотрим что дальше когда будешь стричься не знаю ребята не жалко денег и по поводу того что как я покрасилась ноги сказали вот надо было сходить парикмахерскую покраситься и тогда вы лучше бы цвет получился ребят на парикмахерскими представляете сколько я потрачу стрижка парикмаху пролюс покраска просто это это тысячу если не больше даже больше наверно потому что сначала бы им пришлось обесцвечивать волос а потом только краской красить но это наверно тысячи полторы бы у меня наверно ушло на парикмахерскую представляете такие деньги не я сама не получилась ну и ладно так пока похожу потом будет возможность куплю еще раз краску еще раз прокрашусь и так за несколько раз у меня должны по идее волосы прокраситься зачем режешь рыбу такими крупными кусками вы если не заметили то я некоторые куски режу крупно некоторые куски режу маленькие крупными кусками я вижу для взрослых мелкими кусками я делаю для маленьких поэтому я стараюсь резки крупно и мелко белую полку тоже владел вот этот вы имеете шкафчик здесь виду или там в комнате где компьютер где в комнате в компьютер там да там уж него полку вот это шкафчик это просто он старые вот у меня здесь висел помните под посуду он просто ему склад дверку с ними и поставь это он делал так уже полку хочешь на эту сторону сделать под банки дошло чтобы ставить при какой температуре стираете большие полотенца в ванной которые с василька пришли 40 градусов на больше я не ставлю потому что мы каждый раз после бани и стираем где стоит стенка что вам отдали но часть у меня стоит у его в комнате и остальное пока стоит еще в пристрое мы будем после того как маленький тонкий постелем линолеум я хочу там сделать часть секции занести но не всю ночь часть что за налоги вам надо платить до 1 декабря но это всем письма приходит на землю и на квартиру мы оплачиваем налоги это каждый год приходит но такие письма а вот так вы делали аборты нет ребят я не делала у меня ни одного аборта не было и ни одного выкидыша не было так что как-то так так ладно я дальше дотираю морковку на вопросы то что я нашла я записала ответила потом постараюсь остальные вопросы тоже записать и ответить пока времени нет садиться вот как-то вот так вот маша у меня посуду такая тарелка а это с вареньем пускай стоит у тебя вон там что посуду так что вот так вот я еще буду тушить картошку и жарить блинчики так что если вам это интересно оставайтесь со мной так нарезала картошку а почистили мне света с катей и и натерла уже морковку сейчас еще на мясо кусок нарезать и поставил уже сковородку разогреваться чтоб пока обжаривалась морковочка лучок туда еще добавлю и будем тушить картошку так дорогие друзья обжариваю уже морковь подбирать начинает уже хорошо тут потомилась я сюда же отправлю да ой ну свинину свинину я помыла и будем все это крепко крепко обжаривать еще маслица сюда добавлю вообще сейчас свинила свое мясо стук даст обжарится потом еще добавлю лучок и потом водичку и картошку будем тушить сегодня картошку так ребята сделала целый тазик теста на блины вот такое то она у меня получилось как бы не сильно жидкое не сильно густое это мне сейчас надолго хватит работы жарить блины так как вы знаете я на печке жарю не на плитке дети хотят начинала постряпать я уже не первый раз готовлю на днях тут готовил на этого не снимала в том что уставшая была сегодня засниму постараюсь как буду жарить если вам интересно оставайтесь со мной до рецепт опять не засняла вот такая вот я ребят плохая все рецепт не снимаю на тут что я большую часть молока добавила литр молока литр воды 4 яйца соль сахар масло растительное обязательно и мука все все что я ложу тут молока конечно больше по моему литра полтора я добавила и вот меня целый тазик получился тесто поставила уже разогреваться сковородку также здесь у меня тушится картошка и потихоньку будем готовить сейчас разогреется сковородка и будем жарить уже блинчик я обычно проверяю масло еще не шипит значит ждем когда разогреется и и и и дорогие друзья жарю блинчики вот такие вот красивые получается они получаются тоненькие и вкусненькие вот такой вот сегодня у нас будет вкусный ужин у детей у деток я себе волосы заделала чтоб меньше мешались надо эту все забываю бываю фикс прайсе все забываю найти чё взять эту повязку на голову маску когда делаешь чтобы повязка была на голове и все забываю слушайте купить так ну-ка тихо вы там скачете дети как всегда скачет как оглашенные если бы я сейчас не готовила бы картошку тушеную я бы жарила бы на двух сковородках блины это было бы быстрее так как я готовлю еще картошку тушеную мне получается на одной я жарю смазываю сюда сковородку кисточкой и наливаю одну поварюшку и разравниваю и жарится очень быстро всем кто любит блинчики обязательно поставьте нам лайк ну что за стороны это нужно лайки ставить ванюша у нас лежал смотрел мультики так и уснул на диване у меня когда жарятся блины обязательно что-нибудь делаю сейчас буду перебирать нитки у меня пришли сегодня вот такие вот бабинки один пакетик я себе заказывала 100 штук мне надо вот эти нитки перемотать вот на такие бабинки что мне нравится картошку я их заказываю ваннушке в группе ссылочку могу оставить в описании на ее на группу потому что многие спрашивают где выгоднее взять вышивки там вот ребята как раз выгодно на этих бобилках можно писать ручки номерочки и никуда не потеряется я буду и жарить и сразу же писать перематывать два дела убиваем одним разом сейчас у меня печка накрылась хорошо и жарится быстренько тут картошечка у меня тушится я добавила соли и теперь пускай потихонечку тушится тесто периодически я помешиваю чтобы она не застаивалась тесто напомню еще раз делала вот такой большой тазик но на мою семью это вполне ребята нормально на маша даже мало егор говорит на большой тазик сейчас покажу какой тазик видите вон там на верхней полке стоит вот этот тазик и гор горит надо его делать я грану от сама будешь делать он город но мне для на 3 хватит жарить вот так вот у меня дети понимаете хотят чтобы мама как можно дольше я и так из кухни скоро вылазить уже не буду мне можно может тут койку ставить я буду тут и спать домашу это восьми злаков и очень вкусный хлеб там 8 злаков разных машуте что за прищики на лице и тумашу по бокам прищики пошли ладно жарим дальше и перематываем нитки потом покажу что у меня получилось дорогие друзья сейчас переверну блинчики покажу сколько я уже нажарила вот такую стопочку уже нажарила и тесто еще целый тазик решила деткам час накормить сначала и потом дальше буду жарить блины а то они уже мама ну куда ну куда я немного нажарила но немного стопочку такую небольшую на 1 перекусить сейчас их накормлю а сама дальше так дорогие друзья вот так вот а вот сюда забыл сгущенку налить пока по одном блинчику все будут кушать сейчас еще на жарю и потом буду добавлять сначала пускай 11 хватит хватит эти куда-то много того сгущенки льешь ладно всем кто кушает всем приятного птица ну а я деток сажу чай пить с блинчиками вот столько ребята у меня еще тесто короче я тут всю ночь протоплю печку и буду походить наш блинчику жарить вот такое тесто здесь у меня уже пожарился убираем вот так вот и все а я все ребята жарю и жарю опять уже целую гору нажарила детки уже по два по три штуки света уже 3 до села и гор по два по три папа поел все поели еще по ходу дела на завтра останется и тут у меня еще ну почти полтазик что-то я сегодня чересчур много теста сделала и дети большинство по одному поели говорит мама уже наелись все им уже ничего не лезть они уже сытые вовсе я тут сидела перематывала ниточки вот так вот на бобинки видите чем мне нравится тут написано номерочек прямо на бобинки и на остальные попелки на все написано в ручку номерочки по номерам вот на ниточках эти вот номерочек и вот здесь бобинку потом буду искать и я так всегда делаю обычно потом когда или кино смотрю или вечером монтируя я сижу и перематываю на бобинки мне так удобно пока жарила блинчики решила написать на бобинки чтоб потом просто сидеть и перематывать я дальше продолжаю жарить уже устала если честно потому что уже почти готова можно уже ее на край отодвинуть и она дальше будет сама уже заплевать вот так вот отодвинем на краешек и пусть стоит и все и готовится мы дальше продолжаем сами жарить блинчики как нажали покажи сколько еще у тебя получилось честно многие говорят вот как ты не устаешь на печке целым дням готовить да приходится долго готовить я блины начала жарить во сколько шесть седьмом вечера время уже 10 час вечера я все жарю 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 и конца и края этому нету но ничего самое главное что дети сыты и довольны а это мне кажется самое главное многие со мной согласятся ну или нет да конечно тяжело вузе печки готовится один возле этой жары стоять печка потому что нагревается очень жарко я стараюсь сходить другую комнату немножко проветриться и форточку иногда окно открываем чтобы не так жарко было но так вот часто цвета сидит поэтому я не могу открыть окно а так в принципе я кошки ладно дорогие друзья жарю дальше но вы оставайтесь со мной ура 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 ребята я жарю последний блин наконец-то сейчас покажу сколько еще нажарила вот такая вот еще стопа я последний блин дожарю и все вы даже не представляете какой это кайф когда все пожалуйста кто-то мне что-то написал инстаграм что-то мне написали дорогие друзья спасибо вам огромное за то что вы общаетесь со мной мне очень это приятно мне многие пишут вконтакты многие пишут в инстаграме вайбере ватсапе потом в одноклассниках на ютубе тоже за что огромное спасибо все даже его последний блинчик и можно будет отдыхать и пойду смонтирую видео выпущу которая уже загрузилась на youtube надо его быстренько выпустить а то мне уже пишут насти ты где пропала время 11 часа видео нету а я видите заняты делами блинчики жарила так что извините ну вот так вот у меня получается ура последний блин дожарила все ребята пусть все я очень довольна убираем вот такая вот куча у меня получается блинов остается на завтра дети уже все наелись уже все сказали мама мы сейчас поэтому так вот сейчас покажу какую картошку я потушила так а здесь у меня потушилась картошка со свининкой сегодня брала свиное мясо свежее и вот потушила всем кто кушает всем приятного аппетита вот такой вот ребята был у меня сегодня влог я надеюсь вам понравилось пишите обязательно ваши комментарии пошла я для вас выпускать предыдущее видео которое уже загрузилась на youtube и попью чай с блинчиком всем желаю крепкого здоровья всем желаю всего самого хорошего оставайтесь с нами будьте вежливы и добрые всем пока пока